о дару приветствую и откуда я из испании дружище ты я здесь же городской области знаю такое что там испанские вина употребляешь ну прямо сейчас да понятно понятно ну понятно после тяжелого рабочего дня нет у меня не было тяжелого рабочего дня не работаешь работу вообще не сегодня тогда ты в испанию откуда переехал я родился в мсср мсср молдовская что-ли да на баска молдавская молдавская церкви лишь какой как дела в испании потихоньку чтобы не сглазить ну кей-кей сколько у вас там кстати сиеста насколько два или три часа нет норматива сиеста это отдых от бобеденный перерыв можно делать ты знаешь это меня как бы сейчас уже поменьше раньше это прям очень сильно было сейчас честно говоря все больше и больше такое европейское обычное расписание появляется подскажи мне пожалуйста каталонцы каталонцы каталония так яро жаждут отсоединения от испании что их не устраивает вроде как в одном государстве жить то проще смотри на эту тему на этот вопрос это тот вопрос из по типу на миллион то есть на ответом на твой вопрос может быть такая хорошая солидная докторская диссертация это реально очень интересно но как и все национальные движения националистические они утверждают что они слишком много платят центральную центральную казну но это неправда это абсолютно неправда как утверждают профессиональные экономисты моя точка зрения если есть любой регион на планете земля где угодно где есть политики высшей лиги они постоянно будут хотеть больше власти таким образом есть каталония то есть как регион есть свой парламент есть свой президент и что немаловажно есть свой язык который достаточно сильно отличается от костильского то есть много испанского но называется диалектом но у них свой язык и это бы уже достаточно чтобы вот политики из высшей лиги элита раскручивали вот это вот колесо национализма и независимости а как думаешь они кем-то подогреваются ну потому что как бы обычно у нас нет у нас нет у нас нет во многом случае украины там понятно что со стороны россии есть влияние с этим никто не спорит а в испанском случае нет хотя франции очень бы хотелось чтобы это но как бы вообще даже намека никого нету понятно а вот ты сказал что на украине вот именно только со стороны россии а как ты думаешь со стороны запада не было никакого влияния на расчленение страны на националистические движение на отсоединение других регионов ну в чем влияние не я про то что смотреть вот объясняю вот американцы но они же прямо сказали что они в майдан вложили 5 миллиардов долларов это узнали они сказали то есть меня нет стоп 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 подожди ну ты да я договорю то есть они ну прямо заявили что это они устроили по сути майдан так называемую революцию хотя это не революция это обычный государственный переворот ты закончил да да американцы же устроили переворот да смотри объясняю то что ты говоришь они сказали это не не сказали а сказала эта женщина которая печеньки раздавала и если ты найдешь ее цитату она сказала с девяносто первого года в украину вложили 5 миллиардов она не говорила что мы вложили конкретно в эту оранжевую революцию и и оранжевую него раз другой а в какую она назвалась оранжевая или евромайдан да 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 все 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 я понял это я да перепутал то есть евромайдан этот она не сказал что в евромайдан она сказала с девяносто первого года в украину вложили 5 миллиардов теперь смотри со стороны россии тоже это причем из интервью этого вашего министра иностранных дел лаврова он объяснял значит дали первый транш януковичу 3 миллиарда на что на погашение всех задолженностей и после этого должны были еще целую линию кредитную на 14 миллиардов для отказа от интеграции с евросоюзом то есть подписание вот этого это это из интервью вашего лаврова то есть ты сейчас говоришь что американцы сказали что 5 миллиардов но даже если бы это было так россия вложила 3 миллиарда по факту а обещала еще 14 что чтобы отказаться от евро интеграции насколько я знаю россия там давала огромные кредиты вот и там под совсем какие-то мизерные проценты и и отказ от евро интеграции не ну смотри вот знаешь для меня это выглядит все максимально странно майдан был под лозунгами там стремление вес вес их никто так и не принял типа наш как вот морковку вешают переда слов чтобы он шел вот тут это тоже поманили а вот по факту вес никто не взял пришли к власти какие-то непонятные люди которые первым же своим указом отменяют особый статус русского языка допустим да хотя я думаю что те кто этим всем руководил они прекрасно отдавали себе отчет что будет после этого собственно что и случилось ты закончил да да смотри я тоже задаюсь этим вопросом но понимаешь вот для меня есть очевидная вещь то что юнукович а еще до выборов с ющенко это может это перепроверить это единственная страна в которую путин приезжал лично и делать такую же пресс-конференцию как он делает в россии вот для всех кто звонит спрашивает что то он делал такую пресс-конференцию в киеве прикинь ну или в украине короче в украине и откровенно говорил что он поддерживает януковича его не выбрали выбрали в следующий раз путин и вот поздравлял три раза и так далее ты помнишь все туда историю наконец-то хорошо выбрали с моей точки зрения вот как я вижу ситуацию это реально ваш человек это человек россии ющенко мог еще там мы можем сомневаться но янукович с моей точки зрения вот все что я вижу и знаю это ваш человек теперь этот ваш человек он не ющенко до него а он предлагает интеграцию с евросоюзом на дает людям какой-то намек на то что это возможно зачем это ваш человек это на это подожди подожди я тебя не перебивал я тебя не перебивал дослушай меня потом ответишь значит и дальше происходит что происходит после ваших же кредитов куда съебался янукович и америкосом подожди он съебался в россию теперь у меня вопрос ты согласись что вот тот вопрос который я сейчас задам он абсолютно справедлив почему или вы дозволили вашей пешке совершить вот эти вот грубые ошибки или вы как всегда просто обосрались и не проконтролировали все процессы которые должны были контролировать с вашим соседом на которые вы влияли это вообще вопросов тут нет вы обосрались в чем дело мы мы вот россия да россия мы настолько грубо настолько грубо мы не вмешиваемся да в дела союзных государств то есть невозможно упрекнуть россии ни в одном государственном перевороте ни один государственный переворот россия не сделала и януковича назвать пророссийским это прям такое очень сомнительное заявление суд это ему богата векторностью то есть он пытался усидеть на двух стульях что его и погубило вот а то что он убежал в россии ну а куда им убежать того вот этот вот майдан майдан который был 2014 году то есть кто его устроил то на украине страны запада и как вот и по твоему мнению янукович должен был бежать куда-то в западные или прозападные страны и естественно единственный путь для бегства только в россию иначе его бы тупо физически устранили как-то так он все очень элементарно и просто ну а если вот согласись со мной что майдан майдан его именно устроили это не был какой-то там народный бунт и факты можешь мне вот обосновать твое утверждение вот ну тебе в общем элементарная логика сколько народу было не логика не логика даме соколька сколько народу 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 сколько было на майдане понятия не имею понятия не имеешь так вот не один десяток тысяч человек смотри сейчас объясняю любой военный любой военный тебе скажет что чтобы вот эту всю богатую толпу народа их же нужно во первых накормить напоить обогреть разместить извини меня даже за ними вывести любой военный человек тебе скажет что это целая логистическая операция такую такую толпу людей оснащать размещать кормить поить и возить за ними должны этим заниматься военные люди знакомые с логистикой их обеспечивать 2 2 момент 2 момент вот скажи мне как не подготовленные и специально и специальным образом не обученные люди могут противостоять полицейскому строю что мы видели на майдане вот эти так называемые протестующие действовали максимально грамотно они знали как противостоять полицейскому строю как грамотно выхватить полицейского как правильно закинуть коктейль молотова в полицейский строй то есть это были специально обученные люди следующий вопрос где их готовили подожди извини давай я понял логику твою ход мыслей вот все что ты мне сказал да теперь для меня вот ты не обосновал вообще кто за этим еще раз дай мне сказать не обосновали не обманяя политиков это заявление политиков вот когда сказать кто стоит за этим всем я же тебе вопрос даю кто за всем этим стоит за я сначала отвечу да я сначала отвечу на твое предыдущее утверждение значит все что ты сказал это твоя фантазия если я сейчас включу фантазию очень далеко абсолютно мы очень далеко я конечно фантазия подожди да я закончу да я закончу значит десятки тысяч человек киев это не один миллион там по-моему один с чем-то миллионов живет вот если выйдет прикинь даже семь процентов все у тебя уже есть два десятка тысяч допустим моя девушка с которой я в тот момент встречался со всей семьей там была со всей семьей это уже кормил кормил их кто пока они киеве живут блять где они расходились они с майдана не расходились конечно они прям блять землю там жрали то есть бабушки на всех принесли пирожков принесли конечно это город миллионик приехала тетя кануланд накормила всех печеньками выделила кальше по пакетику попросил не выкидывать потому что срать придется скором пакете смотри вот те печеньки то что нуланд принесла это не президент который приехал в харьков или в киев и давал пресс-конференцию на всю страну и говорил я поддерживаю этого президента это не грубое вмешивание в государственные дела естественно мы же не устраивали государственные базару нет базару нет а с чего ты взял а украинцы я точно так же я точно так же могу включить абсолютно путин своими денежками ты говоришь вот как по твоей логике я сейчас включаю свою фантазию и точно так же как и ты безапелляционно утверждаю что путин заплатил всем тем кто приходил на выборы голосовал за януковича поскольку это поскольку янукович сколько процентов голосов набрал достаточно чтобы выиграть а мне не платили чтобы я за путина голосовал мне вот не платили например и ни одному моему знакомому не платили а ты же нижегородской области что ну причем здесь нижегородская область ты пиздец значит пропиздился нет смотри я тебе еще раз говорю вот ты же говоришь что в россии вот точно так же точно так же как и ты говоришь что кто-то организовал майдан вот точно так же я тебе говорю ты чувствуешь ну логику твою ошибочно говорить можно все что угодно у тебя есть какие-то документы утечки я тебе еще раз объясняю кому-то переводился с военными людьми да какая послушай я познакомлюсь с тем что там происходит аргументируй аргументируй я тебе уже все я тебе же аргументировал правильно и логично и железобетонно ладно идем дальше смотри я тебе задал вопрос которого ты соскочил а давай обучил этих людей противостоять полицейском устрою сами обучились там ничего особого не надо было конечно потому что полицейских ничего не выдали я тебе ответил по твоему я вру я тебе ответил можно продолжать и врешь хорошо по твоему я соврал я базару нет дальше значит смотри грубое вмешательство как ты говоришь да да значит пресс-конференция кредиты как слон как слон по своей лавке значит так ладно дружище ты меня постоянно перебиваешь давай будь здоров с тобой невозможно общаться конечно от тебя а чё так занервничать ты меня перебиваешь когда меня перебивают мне хочется сказать человеку я тебя постоянно выслушивал только начинал отвечать ты меня перебиваешь что ты нервничаешь так сильно послушай давай давай еще давай еще расскажи мне про самообученных где они а где они так само обучались да да дома дома вот меня например меня например отец учил самообороне и кое-каким боевым приемом а флаги упа вот флаги упа еще были на майдане вот эти черно-красные много во множество слушай они тоже пошли ваших а ваших флаги национал социалистов то что по москве ходили нет не такие а смотри национал посмотри национал социализм россия а где сейчас в россии этот национал социализм где вот эти люди сейчас я тебе открою тайну большая часть этих дегенератов с четырнадцатого года убежала на украину по вступала во всякие там азовы айдары там там опять же опять же фантазия их там позаземлили а я фантазия это вот эти как раз аргумент 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 помнишь а ты лишь брянскую область которые пришли там освободители в брянскую область они туда залезли расстреляли машину с детьми между прочим да да они именно вот вот это вот те самые люди которые у нас по москве покажи у них было у них было смотри вот ты сам сказал покажи мне хоть одну фотографии у них нашивка чтобы у них там свастика или флаг вот этот вот черно-красный так ты иди в интернете брянской области давай я такой ленивый давай брянская область анская область кто там был янская область захват это это те дебилы которые убежали из россии с четырнадцатого года начиная куда они выбрали своим братьям нацистам украинским значит смотрим фотографии у них значит голубо-желтый флаг и этот герб украины все никаких нет они записи делали ну вот я их личности установлены это россия а как только россияне я тебе говорю ты мне говоришь у них вот эти флаги я тебе про что объясняю эти вот дебилы вот эти дебилы да они с четырнадцатого года еще раз я повторяю очень многие умчались на украину да некоторые затаились некоторые затаились они сейчас у нас сидят но они всей душой болеют за своих собратьев украинских нацистов значит дружище смотри вот все что ты говоришь это твоя фантазия научись каждое отвечать за каждое твое слово ты мне сказал про 5 миллиардов хорошо я тебе я тебе обосновал есть интервью а с какой формулировкой они это сказали во что они вложили эти 5 миллиардов они не сказали во что если бы сказали если бы сказали во что во что во что не они а она а потом еще госдеп прокомментировал госдеп на вот этих пресс-конференциях они сказали что они сказали что эти деньги были вложены в развитие демократии на украину базару нет очень обтекаем в демократические государственные перевороты и обложила 4 миллиарда для того чтобы украина отказалась от россия россия вложила в украинскую экономику и постоянно вкладывала с девяносто первого года и вот и вот сша тоже вложила в развитие только вот мотри свобода она так получается вот как так получается что россия постоянно вкладывала деньги в украину огромные а потом вдруг оказывалось что в тех самых буках которые сбивали над южной осетии наши самолеты сидели украинские экипаж и извини на ракетах ну они их оседлали не не управляли этими буквами управляли управляли до буков не управляет его запускают и все он сам что-то меньше этого рссо в системах рссо наверно нет не в рссо а в чем зерка зерка да представляешь там экипаж должен быть и там были украинские экипаж представляешься так и что чем я говорю так ну ни о чем ни о чем не говорить ни о чем это ни о чем не говорить прям вот буки вместе с экипажами воевать против русских 2008 даже тогда вот это не о чем же остров тузла а остров тузла а остров тузла зачем украина оккупировал если нет и под реально утомил вот правда утомил все давай будь здоров дружище давай